Концерты на открытом воздухе. Только это и остается хору ветеранов из Токио. Он лишился пристанища и сейчас в поисках нового. В доме молодежных организаций ремонт, да и вообще старикам там как-то не место. Инструменты, костюмы и партитуру хранят дома, а сами пока ушли на летние каникулы. Возобновятся ли репетиции к осени? Прописку ветеранам искала Нина Ванина. Пока для хора с 13-летней историей ищут новое пристанище, они времени даром не теряют. Сегодняшний концерт в этот солнечный день специально для нас и для случайных прохожих прямо здесь, на Самарской набережной. Если копнуть глубже, то хору и того больше лет 90. Его основатели – рабочие заводы имени Масленникова. Состав стабильный, почти всегда 33 человека. А репертуар, и мы в этом убедились, от народных и военных песен до романцев. Когда-то пели в Доме печати, в подростковом клубе поиск, но до сих пор в поиске место для репетиций. Из здания администрации Октябрьского района их тоже когда-то попросили. Мы спросили, мы вернемся? Конечно вернемся. Год прошел, год. Никакого ремонта нас туда не пускают. И потом мне звонят и говорят, вам два часа, вывезьте все из комнаты, все. Я говорю, а мы туда вернемся? Нет, вы не вернемся. И мы что успели, вывезли, а второй раз приехали остаток забирать, там все уничтожили. Ноты, аппаратура, диски. Был у ветеранов свой закуток и в этом Доме молодежных организаций. Но недавно тут затеяли ремонт, благодаря которому, кстати, нашли когда-то потерявшийся у хора Баян. Старикам среди молодежных секций больше не место. В надежде найти им уголок, отправляемся в районную администрацию. По словам главы Аллы Волчковой, ремонт тут сделан, а площадка стала общегородской. Расписана каждый день, чуть ли не по минутам. Но ветеранов в помощи не отказывают. Сегодня как творческому коллективу, где более 30 людей, которые уже находятся на заслуженном отдыхе, им никто не отказывает в месте проявлениях творческой активности. Я думаю, что при встрече с этим хором, наверное, будет предложена площадка Центра социального обслуживания, где есть свой зал. Наш разговор местная администрация разрешила считать официальным приглашением к диалогу. Нас уверили. Обсудим все вместе с ветеранами и место им найдется. На новоселье нашу съемочную группу обещали позвать. А пока, благо на улице тепло, поют для всех и при всех. Нина Ванина, Александр Каракулько, Новости губернии.